Аварии, которые, соответственно, скрывали, они свою версию скажут, что они не просто так и, соответственно, скрыли, то есть, тут два необходимости. А так, муниципальный контроль – это новая структура, но очень отличная, особенно в последнее время, которая следит за всякими такими безобразиями. Депутатский корпус, администрация, ну и другие общественники, которые, соответственно, были прожилом приеме наступления. Вопросов к работникам не было никаких, если бы они не сделали перекрытие полностью дороги. В момент, когда начались только раскопки, я подошел, подходил, обращался к ребятам, которые работали. Вы перекройте, мы, говорит, не смогли согласовать с ГИБДД. Перекрытие дороги. Перекройте, классно. Мы, говорит, не согласовали. Я вот в машину ставил сюда, вот специально. Вот мы видим уже, да? Здесь нормальный бордюр, да? А вот этот тоже? Нет, тут что-то есть. Ну, фуры, конечно, не могли проехать, но КамАЗы, ГАЗели, здесь все проезжают. Но это не для таких автомобилей. Поэтому я после этого, я решил обратиться, как бы, и думать, что помогут вам, и сделают, но нет, так нет. Можно вас послушать, рассказать, вот как у вас происходило? То есть, вы ни с чем скрывали, когда об этом узнали, куда обращались, и кто вам отказал, каким причинам? Потому что вы же видите тротуар, видно, как на этом отрезке и по Коциной. Мы видим о том, что бордюр здесь полностью убит, и там, с той стороны, будет то же самое. То есть, как вы организовали, или пытались организовать здесь движение, после того, когда вам вынуждены были скрывать? Кто-то, может быть, из наших служб вам отказал, или еще кто-то произошел? Нет, вообще не отказали. Здесь, по результату гидравлических испытаний, с этой регистральной номер 4, автороза, которая проводилась, было выявлено повреждение, она устроена, и, соответственно, зато произошло после ремонта, и, без этого, мы никак не идем. Коллеги, подчерпу, да, о том, что это вынужденная мера, да, вот здесь, например, открытие. Но мы должны понимать о том, что есть автолюбители, которые, которым надо именно здесь проехать в эту секунду, и которые, если даже зеленые зоны, и там, чуть ли не цветы поставят, они готовы там проехать. На данный момент их ничего не стоит. Ну, это, соответственно, единицы такие, да, большинство все равно ответственных автолюбителей, которые к этим вынужденным пробкам временным, ну, с пониманием все равно относятся, злятся, едут, про себя злятся, мы такие же, может быть, мы с пониманием относимся, да, тем более, если есть соответствующие знаки, и знаки не в уртисе, вот, например, сколько, а в начале квартала, квартала, и в конце, ну, соответственно, с двух сторон. То есть мы объедем нормальным пониманием. Ну, культура, то, что изменилось, мы видим, то есть два года назад, три года назад и сейчас было, то есть тут небо и земля, тут давайте соглашимся. То есть, хотите вспомнить, раньше такие атомографии, резко, наверное, были сделаны, сейчас хотя бы они не раздянули. То есть раньше мы встречали, что машина уже там оказывала, потом выясняли, кто уже виноват, потому что машина оказалась идеальной. Так, ну что, по этому адресу, по этому адресу, наверное, все, да. Вот и считаю, что... Вот и считаю, что... Вообще, где-то... Ну, тут давайте по всей странице проникнуть, потому что... Вот эту магистралью, это так назовем. Пройдем, посмотрим. Здесь мы можем проникнуть такие амории, что мы можем туда въехать. Здесь нахо близко достаточно. Если там улочка маленькая была, то тут улочка... Жёсткий прыжок, что-то, а больше дренажа у вас? Нет, это пропуска дренажа у нас, что-то нет. Это боль в стороне. Вот это вот... Вот такой степень, пожалуйста, для новую трубу встанеры, для новую трубу встанеры, для новую трубу встанеры, для новую трубу встанеры. Вы... Не обязывайте. Так что вода будет стоять... Они закройте... А вода не будет стоять... А вода... Возвращаться от бур... А вы, где-то уже стоят... Вот они из строятся... И вот они... А вот они... Да... А вот этот... Объект по вращению... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того, когда выясняем, что эту улицу действительно необходимо было строить, это дорожное покрытие, как правильно было взято разрешение на сплошные работы, на какой срок это было разрешение в DimaTorzok и после этого соблюдает ли та компания, которая скрывает тот или иной участок, срок, который им дали. В сегодняшний момент мы видим, что срок не соблюден, то есть тот срок, на который давалась сплошная работа, он абсолютно не соблюден. Вот столько мы приезжаем, нигде есть нарушения, даже на те отрезки, которые мы приезжали, там даже работы не ведутся. Это вызывает по большому счету недоумение. Почему? Либо мы должны регламентацию менять на более долгий срок, на 2-3 дня, на неделю больше, что же люди помогут. Или просто технически работы просто плохо ведутся. Это первый вопрос. Второй вопрос, который мы увидели, о том, что дорожные знаки, например, и ограждения не установлены должным образом. Если мы по одному отрезку смотрели, там хотя бы дорожные знаки стоят, там улицы не особо проездная, то вот на сегодняшний момент, где мы находимся с вами, здесь проездная улица, здесь машина проезжает каждые секунды, мы можем это с вами наблюдать. Но здесь даже, если здесь обратить внимание, установлено ограждение, и только можно понять, что здесь яма, дальше ты можешь упасть в улицу лицом, а потом здесь эти леночки висят. Поэтому это недопустимо, мы будем добиваться, чтобы на всех отрезках ограждения было, чтобы ограждение предупреждающее заранее было, если там нет спадного проезда. На той же схеме, мы рассыпали, ядом соль взял, чтобы он мог бы полностью не случиться. То есть, Анкаря скрыли? Да, да. Да, да. Да, 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 да. Что-то, да, 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 да. Это, наверное, на пошли. А пошли здесь скрыли, я слышу, мы видим? А, где ограждение? Бэн, ну вот этот вот скрыли нормально, что здесь вот движим? То есть, ненормально? Ну, ты пробовал, да. А. Полу на улицу. Разрешение не проводит, так как это не оттуда земляным работа. Здесь существовал подъем обечайки, да, на фокусе неизвестно, что. На фокусе, на фокусе, на фокусе. Здесь, например, разрешение, тем не менее, мы поставлюку вывели на фокусе. Мы сразу выдали предостережение, пауэр, а с колесом. И они предыдущие на институте, с правильным. Здесь мы, где, да, вторая неделя, продолжаем салон. Здесь мы на фокусе, здесь мы на фокусе. Мы на фокусе салоним, которые не смотрим. Но, здесь можно, это для стережений, мы на фокусе. Здесь мы расснаем, которые захватывают с судьбой, и на фокусе это отлично. Более того, кодеку. Это фокусе. Здесь просто ужас, я согласен, здесь опасность, причем здесь социальных нет. Это единственный въезд в 21-ю школу и многоквартирный дом. Очень опасный, как мы видим, нет никаких ограждений. Будет составный административный штраф и подписание организации ВДКНОЛ. Сегодня рейда, выезда такая, посмотрите, в таком состоянии у нас находятся контейнеры на площадке, на месте или на месте. Соответствуют ли они тому въезду, которому местоправление в свое время для вас сформировано, где необходимо еще поставить, где необходимо передвинуть, убрать, и комиссионно, где мы можем к этому прийти, где будут довольны и жители, и вы, как компания, которая занимается вылезом мусора и вообще рекоприятных в целом, где топорный местоправление. Посмотрим, в каком состоянии у нас нет. Посмотрим хорошую площадку, например, я так понимаю, сегодня это образец, ну, не суперидеал, но это одна из лучших площадок, которые есть на сегодняшний момент. Посмотрим плохую площадку, и что, по-вашему и нашему чему-либо, необходимо сделать, чтобы она стала, соответственно, хорошей. Касательно Киркского района, что можно сказать? Есть ряд площадок, которые привязаны к ним, привязаны к юридическим лицам, которые существуют в деятельности, и они вывозят, значит, мусор в большом количестве, то есть, как правило, там стоит два контейнера объемом один и один куб, это два и два. Они уберут и за раз выносят, там, три куба, за полненку. Выбирали еще и ряд выводить. Мы доводили для информации, что такие проблемные контейнеры нет, да, и о том, в какое время машины приходят. Мы готовы приезжать до непосредственно к самому юридическому дверей выкрывающих градусов. В идеале вы хотите, чтобы еще и дверцы здесь выкрывали. Установка Санпини, понимаете, не обязательно двери, там, как вот Роспотребнадзор на совещаниях, на установочках в Энглитсе полностью не всех собирали. То есть, должно быть ограждение по периметру, и с внешней стороны хотя бы валик, в идеале, конечно, как вы говорите, а не в идеале проходит, чтобы хотя бы и валик был. Нет, если вы хотите, да, но... В этом работе, в первом месте, рабочем, которые приезжают выбирать котельных, не приходится поднимать их на себя за перекатительную То есть, вас тут попустраивает? Волее и все, конечно, их поднимать, если возьмите по фонусам, возможно... Да, тут ребят, что вы не хотите выбирать... Ну, как бы... сейчас, да, вообще-то не знаю, что это выбирает, Здесь работают по-кругому говорительному оптору, с обоцомленностью, и здесь у нас был малый вариант, и так далее. Здесь, когда вы ездите в камеру, я не знаю. Это вообще историческая площадка, потому что, когда мы сходили в Москве, мы ее первые. То есть, здесь была свалка, то есть, от набора, и вот, от дороги была огромная свалка. Ездить в первый день, когда мы пошли, начали работать, выездом при машине. То есть, для вас она историческая, поэтому нам давайте ее задачку поставим в хорошую стойку, да? Конечно, в любом случае, если снаряды с территорией прибегающей к контейнерной площадке, то ее здесь нет, и мы должны быть влечественной генназии. Делать то, что мы здесь, когда мы ходили, и мы все нормально подходили. Со всех сторон с ответом, правильно? Нет, с одной стороны. Вот это граждение, с другой стороны. Согласно новой инфраструктуре, с этой шеей, сделать отдельную дону под спортивную КГИ, потому что на этой площадке наблюдается. Ну, предварительно, вначале, потому что, у нас таких площадок, к сожалению, много, сколько стоит вот этих площадок и, соответственно, при том, что вот здесь вот вода, подростковка на пылесосе. Прежде всего, и вот здесь вот здесь, мы хотим говорить о том, что, в случае, в последней части, в том числе, в декабы, продвиженных площадок и протестах ночев. Тогда валили, в постоятое, а вот такие инфраструктуры и материалы, где-то обходим. Какое количество времени будет для площадки растут и порядка сон 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 сон? То есть мы можем говорить, что это такое, что мы не можем разделить, но какая-то большая проблема. А по вашему... Камеру посмотрите и представьте, пожалуйста. Чернов Евгений, депутат Саратской городской думы. Школа, по-насчету, если не только принято, который бы так нашел по-насчету... Сегодня у нас рейд администрации города, администрации района, кировского нашего, представителями мусороволочающей компании, представителями регионального оператора. Он направлен прежде всего на две вещи. Первая вещь – это посмотреть, в каком состоянии находится контейнерная площадка, в удовлетворительном или неудовлетворительном. Если в неудовлетворительном, то что необходимо для того, чтобы привести в соответствие. Потому что у нас составлены органы местного управления, реестр площадок, которые мы передали региональному оператору. Но, к сожалению, пока на сегодняшний момент не находится в том состоянии, в котором он должен, в идеальном. То есть это твердое покрытие, это ограждение по периметру. В идеале навеса, в идеале открывающая дверь, для того, чтобы можно было открыть и закинуться без туда мусора. Мы этого, к сожалению, наблюдаем сейчас на единиц, что есть у штук, контейнерных площадок по городу Саратов. С этого года, конечно же, у нас началась работа программа. Начались выделяться первые денежные средства. Порядка 6,5 миллионов рублей выделены на этот год на обустройство новых контейнерных площадок. На их поведениях полное соответствие. Поэтому наши горожане уже с этого года увидят определенный результат от этой программы. Вот сегодня мы посетили одну площадку, которая, ну не на пятерку, на твердую пятерку, наверное, там с минусом, да? Которая твердое покрытие, ограждение имеет, навес, куда может подъехать. Кто у вас там администратор? Администратор? Нет, администратор кто? Администратор? Да. Молодцы. То есть давайте тоже как-то... Если там есть какой-то прогресс, давайте тоже отметим. Они проездок, а проблемных два раза. Мы пишем, то есть информирование. А что это делать? У нас в Кировской администрации строится, администрация в городе. Мы увидим, что мы целиком не спрашиваем.